В североказахстанской области выставлены рыбоохранные посты. Этой весной река Есили и почти все местные озера вышли из берегов. Под угрозу попали водные обитатели, у которых сейчас как раз начался нерест. Любители легкой наживы игнорируют запрет на рыбалку. Рыбинспекторы объявили охоту на браконьеров и устраивают рейды на водоемах. Репортаж Нургуль Ахметовой. Чем занимаетесь? Только зашел. Для чего зашли? Рыбку посмотреть, коту поймать. Этот мужчина за рыбой для своего кота проехал почти 40 километров, но поймать ничего не успел. Зато сам попался на удочку рыбинспекторов. Любители легкой наживы на рыбалку выходят поздно ночью. В это время рыба становится практически беззащитной. С помощью обычного дырявого ведра и фонарика улов легко может оказаться в руках браконьера. Озеро, которое арендует Анатолий Сорокин, в этом году вышло из берегов. И это оказалось на руку любителям порыбачить. Во тьме на водоеме можно разглядеть десятки огней. Это и есть охотники за карасями. Болит душа не так за рыбу, как за ту загубленную икру, с которой будет в дальнейшем рыба. Вот за это душа болит. Конечно, если человек, даже тот же деревенский местный житель поймал себе, он не обогатится этой рыбой, конечно, себе покушать там другой разговор. Но сколько вреда он нанес, когда затоптал икру, вот это уже, конечно, обидно. Житель села Глубокое по имени Юрий решил показать своей невесте романтику ночной рыбалки. Но за это свидание и рыбу, пойманную для ужина, ему, как джентльмену, придется платить штраф. Ну, уже маленько. Она вся мелочь. Рыба является государственной собственностью. Она выходит на мелководье, чтобы отметать икру. И это называется воспроизводственное мероприятие для водоема. Нарушители правительственного законодательства не дают рыбе отнереститься, тем самым наносят огромный вред биоресурсам. Всего на севере Казахстана около 400 рыбохозяйственных водоемов. И почти на каждом одна и та же картина. Ночь, озеро, фонарь, рыбалка. У тех, кто оберегает покой карпов, щук, сазана и карасей, сейчас напряженный график. За 10 суток они уже оштрафовали свыше 30 любителей легкой наживы. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Североказахстанская область, 24КЗ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...